Живопись нитью в Центральном выставочном зале открылась экспозиция работ мастера из Санкт-Петербурга Елены Ткаченко. Она известный в России и Европе художник по текстилю. Из десятков тысяч нитей создает сложные инсталляции. Некоторые из них хранятся в коллекции Эрмитажа. Впервые уникальные арт-объекты могут увидеть и пермики. Репортаж Юлии Языковой. Одна из самых загадочных картин Рембрандта. Голландский живописец оставил это полотно без названия. По мнению многих историков, здесь изображена еврейская супружеская пара. Именно эта картина стала отправной точкой для создания текстильных произведений, автор которых – художник из Санкт-Петербурга Елена с говорящей фамилией Ткаченко. Она поясняет, в своих работах старалась передать и цветовую палитру картины Рембрандта, и ее основную тему – любовь, все грани этого чувства. В философии это нежность, восхищение, страсть и сострадание. А мои работы, они называются немножко по-другому. Это любовь земная, любовь небесная, любовь совершенная и предчувствие любви. Текстильные символы любви Елена объединила под библейским названием «Песнь песней». Один из самых поэтичных и древних текстов о человеческих чувствах стал литературной основой этого арт-проекта. На создание четырех инсталляций ушел год. Елена Ткаченко разработала собственную технологию. Каждая нить тут состоит из нескольких десятков тонких шелковых и металлических волокон разных оттенков. Все это мастер сплетает вручную. В итоге получается неповторимая живая игра цвета. Как говорит Елена, краскам на холсте она предпочитает вот такую текстильную живопись. И вот когда я создаю эти ткани, то цвет получается значительно мощнее, ярче. То есть он в пространстве приобретает дополнительные усилия. И мне стало более интересно заниматься именно текстилем, чем живописью, потому что такой интенсивности цвета мне не достичь на холсте. На выставке показаны и более прикладные работы Елены Ткаченко, ведь она хозяйка собственного модного дома и много работает как кутюрье. Эта коллекция называется «Жемчужина». Оттенки и фактуры платьев по замыслу автора должны напоминать поверхность морских раковин. Эффект достигается опять же благодаря кропотливой ручной работе. Минувшие весной работы Елены были с успехом показаны на парижской неделе моды. Платья создавались не просто как платья, они создавались как скульптуры. Как вы видите, она создается из тысячи лет, создается такой вот уникальный образ. Все платья, которые в этой коллекции, они все разные, соответственно, и разных оттенков, цветов. В каждом поставлена своя художественная задача. Это художник действительно очень высокого уровня. И Пермь – это, наверное, единственный, будем так говорить, провинциальный город, который попал в список ее вот таких выставочных проектов. Ее работы хранятся в коллекции Эрмитажа, а наряды, созданные ее руками, носят даже члены британской королевской семьи. Познакомиться с творчеством Елены Ткаченко можно до 28 июля. Юлия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.